Друзья, здравия! С вами Шевченко Александр, и это очередное видео об улучшении качества жизни от Академии Счастья. Сегодня говорим о познании себя, о том, как узнать, кто вы и куда вы идете, предназначение жизни. Каждый человек по своей сути является сознанием, духовным существом. Но чтобы это понять, важно пройти через определенные процессы, то есть процесс становления, когда отпадают ложные бытийности, роли, маски и так далее. И когда действительно понимаешь свою вот эту пустотность, свою истинную сущность, оно приходит у каждого по-своему, в свое время, когда человек готов к этому. Однако этот процесс можно несколько ускорить, то есть сделать его более таким быстрым, потому что многие раньше и шли к просветлению даже не одну жизнь, а многие жизни заигрывались, снова пытались нарушить правила, снова их исключали из списков положительных людей. На самом деле, когда человек чувствует себя, вот это вот ощущение своей пустотности сознания, то он не привязывается ни к себе, ни к своему телу, ни к уму, ни к другим людям. Привязка означает несвободу, то есть когда человек не может выбрать, что ему делать, а что не делать, то есть выбрать вообще, делать ему или не делать, жить или не жить. Хотя этот вопрос, да, то есть никто не предоставляет человеку возможность выбора, то есть потому что не жить считается неправильным, считается грехом, преступлением. Но на самом деле каждый человек имеет право делать то, что он хочет, потому что это его истинная сущность, его способность выбирать, свободная воля. А если человеку запретить это делать, то, соответственно, он не сможет и действовать на основе своей собственной воли, то есть будет это ему навязано. Поэтому очень важный момент – это действительно проявлять себя. То есть когда познал себя, когда ощутил вот эту пустотность с помощью медитации, процессинга или какой-то другой техники, то начинаешь совершенно по-другому воспринимать мир. То есть воспринимать мир не через призму своего ума, а через призму чистого сознания. То есть это даже не призма, это просто прямое восприятие, о нем я как раз рассказывал в одном из моих прошлых видео. Поэтому буду рад на самом деле, если вы будете действительно заниматься духовной практикой и улучшать свое состояние. Потому что именно это поможет в том, чтобы становиться собой. Становиться собой и познавать, какой ты есть, каковы твои цели, куда ты идешь. И когда ты знаешь это, то это гораздо лучше. Я как раз использую для этого процессинг счастья и помогаю человеку с помощью вопросов, с помощью того, чтобы погрузить его в определенное состояние, когда он находит ответы сам, когда у него возникают озарения. И это никак не связано ни с гипнозом, ни с какими-то магическими ритуалами. Это общение, и оно помогает человеку улучшить свое состояние и стать гармоничным, здоровым и счастливым. Поэтому, кому это интересно, буду рад видеть вас в Академии счастья. Пишите мне в личные сообщения, пишите ваши комментарии под этим видео, потому что очень важно, как вы относитесь к теме познания, познания себя. И, конечно же, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Вот, и буду рад вас видеть в Академии счастья. Первая консультация бесплатная, так что пишите, и всего вам хорошего. Продолжение следует...